Ну, долгое время, вот практически 15 лет, как я изучаю физиологию, биохимию, все, что связано со здоровьем и с обстоятельствами, благодаря которым там люди теряют его. Изучая все эти вопросы, я часто сталкиваюсь с врачами, у них есть такая шутка. Они говорят, что 95% болезни от стресса у людей, а 5% от удовольствия. И других причин нет. Наблюдая за всем этим процессом, я могу вам сказать, что, пожалуй, наверное, все 100% проблем со здоровьем у человека от незнания. И если в свое время это на самом деле были сложности у людей, достать какие-то книги, получить какую-то информацию, то на сегодняшний момент люди, которые занимаются по-настоящему сохранением или технологиями сохранения и восстановления здоровья, они говорят, что больные дети бывают только у бестолковой мамы. Что люди, которые много говорят о наследственных проблемах, это тоже все связано с вопросами, связанными все-таки с развитием умственного вообще какого-то потенциала. И я подбираю слова, чтобы никого не обидеть, но это именно так. То есть на сегодняшний день, если мне встречаются люди, которым необходимо объяснять о том, что в магазине ненатуральная еда, либо что очень сложно дорастать и получить хорошую, правильную, живую воду, я сразу понимаю, что последний бестселлер был прочитан приблизительно, не знаю, в районе 5 лет, может быть, это курочка ряба была или еще что-то такое, потому что дальше, видимо, развитие не пошло. И без меня, и без моей компании сегодня фонит этой информацией телевизор. Любые источники в виде газет, журналов о том, насколько все сегодня сложно и серьезно. Но как любая страшная передача, которая говорит о том, что там есть курицу нельзя, хлеб нельзя, молоко нельзя и все остальное, я все время ждала передачу, когда скажут, что можно. И с моющими средствами точно такая же история. Я очень давно перестала практически пользоваться сыпучими порошками в стиральную машину. Еще до всевозможной нашей коллекции лай. Потому что когда сыпешь порошок в отделение в стиральной машине, идет такое, ну, пыльное такое облачко, очень сильно резко пахнущее, да, замечали? И я уже давно поняла, что это не очень хорошо. Раз это так ядовито пахнет, раз это так пылит, я стала...